Здравствуйте! Уберечь лес от пожара. Уровень пожарной опасности устанавливается в зависимости от погодных условий. Скажем, от прошедших дождей, от количества и от какого времени они прошли. В Ульяновской области введен особый противопожарный режим. Коммунальная эстафета. Семь суток подряд длится испытание обезвоживанием. Очередная победа. Новый этап. Первым не забить было очень важно для этой игры. Решил взять игру на себя и удача получила. Защитники не успели пробил в ближний угол. Сызрин 2003 за бортом. Ульяновская футбольная Волга идет дальше. Особый режим пожарной опасности. Такая формулировка характеризует сложившуюся сегодня в области ситуацию. По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в лесах Ульяновской области в период действия особого противопожарного режима будет ужесточен контроль над соблюдением ограничительных мер. Это касается, например, сжигания мусора на территориях садов и сельхозугодий. Ограничения будут действовать до 31 августа включительно. Подробнее о погоде и пожарах в нашем следующем сюжете. На этих экранах и мониторах вся область как на ладони. Каждую минуту специалисты Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС отслеживают все происшествия на территории области. С установившейся засушливой погодой возрастает опасность возникновения природных пожаров и возгораний в лесах. 639 пожаров по всей области – такова статистика дня сегодняшнего. По сравнению с прошлым годом цифра меньше на 11%. Но впереди еще август, который пока не сдает своих жарких позиций. В области введен режим особой пожарной опасности. На минувшей неделе в четверг состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Ульяновской области, где было принято решение о введении в ближайшее время особого противопожарного режима на территории Ульяновской области в целом. В этой связи хотелось бы обратить внимание на запрет сжигания сухой травы, сжигания мусора и разведения костров на территориях населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного назначения. Данные нарушения за собой могут повлечь административные меры вплоть до штрафных санкций. К примеру, на юридических лиц – это до 400 тысяч рублей. Сумма значительная, но и ущерб от пожаров немаленький. В этом году с начала пожароопасного сезона в лесах Ульяновской области силами лесопожарной службы регионального МЧС и самих арендаторов лесных участков ликвидировано 19 очагов изгорания на площади более 15 гектаров. Сегодня в Ульяновской области действует четвертый уровень пожарной опасности. В Меликесском, Новомалоклинском районах и Димитровграде введен самый высокий – пятый уровень. Уровень пожарной опасности устанавливается в зависимости от погодных условий, так скажем, от прошедших дождей, от количества их и от какого времени они прошли. Если брать сейчас в данном случае Димитровград, Меликесский, Новомалоклинский район, там уже относительно, так скажем, давно не было дождей. В связи с этим там установился такой высокий класс пожарной опасности. По словам синоптиков, такая жара вызвана преобладанием полей повышенного атмосферного давления, который наблюдается в умеренных широтах и не только над нашей областью, но и над всей западноевропейской частью страны. Циклонические вихри в основном смещаются по серым траекториям, по североевропейской части страны, Скандинавии, и охватывают нашу территорию всего лишь только кончиками своих атмосферных фронтов. Поэтому существенно не влияют на скачки температуры. И, например, в ближайшие сутки мы ожидаем прохождения холодного фронта, но этот холодный фронт относительный, потому что за ним температура понесется несущественно. Такой прогноз и на ближайшие пять дней. Жара отступит, но незначительно. К слову, назвать ее аномальной нельзя. Август 2010 года, к примеру, был отмечен более высокими температурными показателями, когда в южной части региона столбик термометра поднимался до 42 градусов. Екатерина Мазуряк, Александр Кудряшов, репортер 73. Невыносимая жара лучше всего переносится у воды. И именно поэтому любую свободную минутку ульяновцы стараются проводить на пляжах. Но, как говорится, где отдых, там и, несмотря на жару, горячительные напитки. А это, как известно, к хорошему не приводит. Так, например, 5 августа на центральном Волжском пляже 71-летний мужчина отправился купаться, а мне уже в воде почувствовал себя плохо. Мужчина начал тонуть, но дежурившие на берегу спасатели сработали оперативно. Предполагается, что причиной происшествия стало именно то, что пенсионер полез в воду нетрезвым. Если в этом случае все обошлось, то уже 7 числа на Свияге в районе улицы Чернышевского утонул мужчина. Очевидцы извлекли из воды тело мужчины 1944 года рождения и передали сотрудникам правоохранительных органов. По предварительным данным, причиной происшествия также могло стать купание в нетрезвом состоянии. В минувшую субботу сотрудники ГИМС побывали на центральном Ульяновском пляже. В ходе рейда представители регионального МЧС предупредили отдыхающих о запрете заплыва за буйки, провели беседу о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Отдыхающим также раздали учебные пособия с правилами безопасности во время отдыха у водоемов и оказания первой медицинской помощи. В целях обеспечения безопасности инспекторы центра ГИМС МЧС России по Ульяновской области осуществляют плановое патрулирование водных объектов. Под пристальным вниманием сотрудников ГИМС находится Волга, как самый оживленный водоем и наиболее популярный у любителей водного отдыха. Также сегодня у нас проводится патрулирование по Волжской акватории с целью проверки судоводителей маломерного судна, выявления среди них нарушений, устранения этих нарушений и также привлечения судоводителей к ответственности. Основная цель, стоящая перед специалистами, контроль за соблюдением владельцами катеров и гидроциклов, правил пользования маломерными судами на водных объектах. Кроме того, в ходе патрулирования проводится профилактическая и разъяснительная работа с судоводителями и пассажирами по вопросам обеспечения безопасности на водоемах. Пожалуйста, подъявите пасажилет, конец Александрова. Вот это самое. Пока я даже выпал, чтобы никому не понадобился. Ага, конец Александрова. По словам специалистов, в целом судоводители проявляют сознательность и соблюдают установленные правила. Однако без нарушителей не обходится. С начала периода навигации было зафиксировано более 300 нарушений со стороны владельцев маломерных судов. Владимир Гаврилов, репортер 73. Аварийное обезвоживание. Целую неделю сотрудники управляющей компании не могли восстановить нормальное водоснабжение 9 квартир в одном из домов по проспекту Созидателей. Справедливости ради, совсем без жидкости людей не оставили. Но привычные удобства существенно перераспределились по водопроводным стоякам, что за 7 суток стало невыносимо непроживающим здесь матерям с малолетними детьми, не имеющим проблемы со здоровьем инвалидом. Вот я беру бутылку и иду туда, там наливаю и прихожу в туалет, наливаю. Ежедневно Тамара Алексеевна совершает не меньше десятка таких вынужденных походов. Не сходить в туалет, не вымыться, не постирать. Прорыв, случившийся в первых числах августа, в одной из квартир тремя этажами выше, выйдет из колеи размеренный ход жизни и у нее, и у всех соседей сверху и снизу. Все, что осталось людям – холодная вода на кухне. Простой, на первый взгляд, коммунальный вопрос стал нетривиальной задачей на выживание в условиях большого города. Прибежать в ванну, то есть водичку разбавил, сполоснул, то есть пока там мыльная водичка, допустим, ребенок там побежал, опять наливал воды, погрел вдобавок. Потом туда побежал. То есть вот так вот. Итак, семь суток подряд. И если первые дни жители еще с пониманием относились к ситуации, то каждый следующий час бездействия неотвратимо приближал народное недовольство. В управляющей компании пояснили, собственника квартиры, в которой произошла протечка, найти не представляется возможным. Коммунальщики пытались дозвониться до него. Выйти на след с помощью соседей – все тщетно. При этом сама неисправность, уверены коммунальщики, наверняка решается в течение максимум пары часов. По крайней мере, как сообщили нашей съемочной группе, как только мастера в присутствии представителя закона вскроют двери злополучной квартиры, бригада сантехников не будет терять ни минуты. И как нам сообщили герои нашего сюжета, буквально через полчаса после визита съемочной группы «Репортеры 73» вода в туалетах и ваннах появилась. Пока только холодная. Но тем не менее, вынужденный сухой сезон для 54-го дома по проспекту Созидателей, похоже, закончился. К другим темам. Паспорта и права в окне МФЦ. Председатель федерального правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, значительно расширяющее перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу одного окна. С 1 февраля 2017 года россияне смогут менять водительские права в случае истечения срока их действия или утраты не только в госавтоинспекции, но и в МФЦ. Сюда же относится получение международных водительских удостоверений. Вдобавок к этому МФЦ будут выдавать и менять паспорта. Ранее предоставление всех этих услуг тестировались лишь в некоторых многофункциональных центрах. При этом речь о полном прекращении выдачи водительских прав в ГИБДД не идет, подчеркнули в госавтоинспекции. Я в данном случае не вижу необходимости снимать с нас какие-то функции. Организация этой работы в МФЦ была проведена в порядке эксперимента в нескольких регионах. Это просто некая альтернатива, чтобы у человека, обращающегося в МФЦ по другим вопросам, была возможность заменить и водительское удостоверение. Но ГИБДД выполняет это в течение часа со времени его появления в отделении. В МФЦ вам нужно будет сдать документы, а потом повторно прийти, чтобы забрать их. Вот примерная разница. Тем временем в Ульяновске до сих пор не могут разобраться с программой капремонта. Накануне антимонопольная служба в очередной раз отменила отбор подрядчиков для выполнения запланированных работ в 2017 году. На протяжении двух лет действия программы к ней, по сути, предъявляется одна и та же претензия со стороны критиков – неэффективность использования средств общего котла. Эксперты считают, что причиной всему являются изъяны законодательства. При оценке многоквартирного дома нужно оценить состояние, в котором находятся все конструкции дома. Кто должен это делать? По жилищному кодексу – собственник. В случае общего котла нет конкретной ответственности. Все происходит опосредованно. За определение состояния дома, виды работ, сметы, люди не отвечают непосредственно. Опосредованно ответственен муниципалитет, который передал эти сведения в фонд. Сказать, кто не досчитал, невозможно. Число наблюдателей на некоторых избирательных участках в день голосования 18 сентября по предварительным оценкам Центра избиркома может достигать 36. Об этом в интервью одному из телеканалов заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, в этом году на участках впервые вывесят плакаты, на которых будет содержаться наглядная информация о порядке голосования для избирателей, а также сведения о порядке почета голосов для наблюдателей. Тем временем избирательная комиссия Ульяновской области зафиксировала два нарушения, связанных с изготовлением и распространением печатной продукции. Редакция одной из местных газет в своих номерах разместила агитматериалы. Хотя агитационный период для средств массовой информации начнется только с 20 августа, сообщил председатель обл. избиркома Юрий Андриенко. Также на территории Ульяновской области распространяются листовки, порочащие одну из партий. А теперь коротко о событиях из жизни нашего региона. Более 50% уборочных площадей обмолочено в Ульяновской области. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади около 280 тысяч гектаров. Валовый сбор превысил 800 тысяч тонн, а средняя урожайность составила почти 30 центнеров с гектара. Такие данные обнародовала пресс-служба регионального правительства. Ульяновская область входит в число лидеров Приволжского федерального округа по ходу уборочной кампании. У нас первое место по обмолоту в уборочных площадях и третье по урожайности. Как отметил министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Александр Чепухин, в области продолжается формирование регионального зернового фонда. Его объем составит 40 тысяч тонн, из которых 10 тысяч рож и 30 тысяч тонн пшеницы. В упомянутый фонд уже поступило порядка 12 тысяч тонн зерна. В Димитровграде продолжается так называемая приемка учебных заведений к новому учебному году. Наши коллеги из телекомпании ДимТВ побывали в школе номер 2, где члены межведомственной комиссии, в которую входят как специалисты управления образованием, так и надзорных органов, обращают внимание на противопожарную безопасность, наличие учебной литературы и ремонт в классах. Члены комиссии смотрят безопасность школы в плане противопожарном, антитеррористическом и так далее. Косметический ремонт кабинетов, восстановление ограждения. В многопрофильном лицее к началу нового учебного года было выполнено предписание Роспотребнадзора и было восстановлено ограждение по периметру учреждения. Первоочередной задачей, как всегда, является приобретение учебной литературы и приведение всех кабинетов, классов в состояние соответствующей нормы САНПЕН. Как отметила начальник Димитровградского управления образования, пока серьезных замечаний в ходе проверки не предъявляется. Приемка всех 13 школ завершится 11 августа, после чего ход подготовки к новому учебному году проверят в дошкольных учреждениях и организациях дополнительного образования. А вот в рабочем поселке Кузоватого глава районной администрации лично проверяет подготовку объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Например, котельная, расположенная на улице Дзержинского, обеспечивает теплом живые дома и административные здания центральной части поселка. Котельная практически готова, остались только работы по кровле, предпринимающейся к космическому и космическому ремонту. По большому шепту котлы уже все отремонтированы, проревизированы все приборы учета. Также устранены утечки теплоносителя, выявленные при весеннее прессовке теплотрасс. И в планах замена оборудования на узлах учета, а также особое внимание ревизии запорной аппаратуры. В целом уровень подготовки жилищно-коммунального хозяйства Кузоватовского района превысил 80%. Днем воскресенья в службу спасения 01 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажке на улице Димитрово-Вульяновске. Родственница хозяев одной из квартир убиралась и внезапно, из-за короткого замыкания загорелся пылесос. В течение 10 минут огнеборцам удалось справиться с возгоранием, при этом сотрудниками пожарно-спасательной службы по лестницам пришлось эвакуировать 16 человек от первого до четвертого этажей. Из них 7 человек с применением спасательных устройств. В результате огнем уничтожена внутренняя отделка зала, повреждены отделка кухни, коридора и ванные комнаты, а также балкона. Воспитание патриотов как одно из приоритетных направлений. В Ульяновском регионе поддержки военно-патриотических клубов уделяют особое внимание. Сотни воспитанников подобных организаций традиционно занимают высокие места на всероссийских профильных соревнованиях. В минувшие выходные по инициативе депутата Ульяновской городской думы от партии «Единая Россия» Юрия Мухина в парке 40-летия в ЛКСМ прошел первый военно-патриотический юниорский кубок клуба на игре. Подробности в нашем следующем материале. Пять команд по 10 человек в каждой, участникам кубка от 14 до 18 лет. Военно-патриотические соревнования собрали сильнейших юниоров со всего областного центра. Первый ежегодный юниорский кубок клуба на игре включил в себя сразу несколько дисциплин. Это футбол, полоса препятствий и игра зорница. Одним из этапов полосы препятствия станет стрельба из пневматического оружия. Подобные соревнования традиционно собирают десятки и даже сотни воспитанников военно-патриотических клубов. В 2016-м новое первенство, инициатором которого выступил депутат городской думы Юрий Мухин, обрело новые традиции. Так, например, впервые кубок стал непереходящим, а останется у команды победителя навсегда. Благодаря вот этой политике развития военно-патриотических игр в Ульяновской области, это уже система целая, скажем так, военно-патриотических игр. Мы видим, что наш президент взял курс на независимые страны, и, соответственно, это очень актуально сейчас в наше время. В Ульяновске уже выстроена целая система военно-патриотических игр. Дисциплины соревнований идентичны практически на каждом первенстве. Веревочный курс, стрельба из пневматического оружия, метание ножей, лазертак, а также футбольные баталии. Новый вектор развития патриотического движения задается на самых верхах. Новые правила диктует сама реальность. На данный момент это очень важное движение, мне кажется, потому что и правительство, и Путин тоже, они как бы направлены на военно-патриотическое воспитание, поддерживают сейчас много. Наша Государственная Дума тоже сейчас очень направлена. Нормы ГТО сейчас очень развитые. Очень много ребят у меня знакомых, кто сдали нормы ГТО и гордятся этим. Одним из участников первого юниорского кубка на игре стал Даниил Харин. Парень уже два года занимается в секции лазертага. Признается, что за это время не пропустил ни одной тренировки, что дало свои первые результаты. Когда пришел лазертаг, ничего вообще абсолютно не умел. Ну, только бегать. Сейчас бегают, расставляют тактику парням. Капитанная команда стала основной. Ну, для здоровья это влияет. Хорошо развивается дыхательная система. Следующий крупный военно-патриотический турнир депутаты Ульяновской городской думы организуют уже 27 августа. В этот раз местом импровизированных баталий станет Майская гора. Традиционно заявки на участие в подобных состязаниях присылают несколько сотен человек. Грядущий чемпионат не станет исключением. Организаторы уже готовят площадку для более чем трех сотен участников. Артем Петров, Александр Кудряшов. Репортер 73. И вновь о спорте. Настоящее футбольное чудо. Накануне увидели болельщики на стадионе «Старт». В рамках 1-64 финала Кубка России Ульяновская «Волга» принимала гостей из команды «Сызрань-2003». Принципиальным поединок за право сразиться с клубом «ФНЛ» для обеих команд стал в том числе и потому, что всего несколько дней назад на «Сызранской земле» желто-черные оступились в матче регулярного чемпионата. Теперь права на ошибку уже не было. Проиграл, вылетел из турнира. Матч за «ФНЛ». Так в кругах болельщиков окрестили Кубкую встречу «Волги» против «Сызрани-2003». Потерпев обидные от тени белых поражения в третьем туре чемпионата, на этот раз ульяновцы были всерьез настроены на победный результат. Ковать эту самую победу волжане начали уже на 10-й минуте встречи. Защитник «Волги» Валерий Захаров не побоялся взять игру на себя. Прошел с мячом чуть ли не от самого центра поляны и точным ударом распечатал ворота гостей. Первым не забить было очень важно для этой игры. Решил взять игру на себя и удача получила. Защитник не успели. Пробил в ближний угол. Но вратарь рядом где-то ошибся, не закрыл угол. Не успели волжане отпраздновать первый гол Захарова в кубковых встречах, как «Сызрани-2003» сравняла счет. На 12-й минуте всего парой передач гости разрушили оборону желто-черных. 1-1. Забрались под страховку, пропустили мяч. Конечно, он внес нервозность, потому что так продолжал. Глядишь, что там второй, может, и третий бы забили. Моменты все равно бы были, потому что «Сызрани» была вынуждена атаковать. А так пропустили мяч, опять игра выронилась, опять она стала нервной. Но все равно сегодня момент мы создали гораздо больше. И Заикин мог забить, и Кузнецов тут в конце мог забить. После перерыва тренерский штаб «Фолжан» во главе с Сергеем Седышевым произвел целый ряд замен в линии нападения. Свежие силы в атаке команде пригодились бы в любом случае. Ведь все шло к тому, что командам предстоит провести на футбольном поле еще как минимум 30 минут. Но в момент, когда главный арбитр встречи только потянулся за свистком, дабы объявить о концовке второго тайма, а следовательно о грядущем третьем, дополнительном отрезке игры, как «Сызрень» и любезно предоставила ульяновской команде право пройти в следующую стадию турнира. Маленькое футбольное чудо свершилось буквально в самой концовке поединка. После затяжной атаки футбольная «Волга» вырывает победу в 1-64 финале Кубка России. И теперь наша команда в 1-32 встретится с футбольным клубом «Сокол» из города Саратов. После обидного и даже курьезного поражения, сил и желания говорить что-либо об итогах матча не осталось ни у сызранских игроков, ни у тренерского штаба гостей. Наставник наших соперников Дмитрий Воецкий на послематчевой пресс-конференции был немногословен. Я считаю, что нам не удалась игра, а вот мы больше боролись, так скажем, чем игра. Поэтому все, пацаны. А вот для ульяновских болельщиков такой футбол уж точно в радость. На трибунах стадиона «Старт» присутствовал Иврия у главы региона Сергей Морозов. Председатель областного правительства заявил, что в скором времени футбол в 73-м регионе должен выйти на новый уровень. Задачи стоят очень амбициозные перед ульяновским футболом. Мы должны до 2018 года наиграть в команду, мы должны до 2018 года привести стадион в идеальное состояние, как вот и сейчас этот стадион, но еще даже для болельщиков. И, конечно, потом пойти с высоко поднятой головой вперед в первую лигу. Ну а там, не будем загадывать, надеюсь, что увидим и в более высокой лиге. Воль и жеребия в 1.32 финала национального кубка. 24 августа ульяновская «Волга» сразится за выход в следующую стадию турнира с «Саратовским Соколом». Поединок пройдет на стадионе «Старт». Артем Петров, Александр Кудряшов, репортер 73. Профессиональный тренерский состав, индивидуальные занятия, новейшая система очистки и подогрева воды, а также лояльные цены. Все это бассейн «Буревестник». Шесть 25-метровых дорожек способны одновременно принять до 70 человек. А самое главное, посетить «Буревестник» каждый желающий может в любое время года. Проведить свое спортивное лето вместе с «Буревестником». На базе комплекса открылся новый фитнес-зал, где под руководством опытных тренеров добиться желаемой фигуры получится в самые сжатые сроки. Также «Буревестник» предлагает посетителям акции на выгодных условиях. В настоящий момент действуют акции. Кто возьмет абонемент на 2 месяца, получит 5 сеансового массажа до конца года бесплатно. Телефон для справок 440285. «Буревестник». Быть первым, быть лучшим. Это фотосалон «Чизфото». Мы хотим рассказать, почему наша мобильная фотостудия – это выгодный интерактив на любом событии. Как она работает? Мы приезжаем на мероприятие с профессиональным фотографом, студийным светом, пресс-волом и оборудованием для печати. После фотографируем всех желающих. Свои портреты гости получают на фотобумаге или магнитах моментально и бесплатно. Данила Мастер. Левушкино студио. Стиль, актуальность, креатив. Здесь открываются новые горизонты парикмахерского искусства. Команда профессионалов, асов своего дела поможет создать идеальный образ на каждый день или запоминающийся для торжественных событий. Постоянное обучение новым методикам окрашивания и техникам стрижек. Тематические дни для любимых клиентов. В Левушкино студио сделают все, чтобы вам хотелось вернуться сюда вновь. Профессиональный уход, актуальный цвет, эффектные стрижки и укладки, а также моделирование и окрашивание бровей, маникюр. Левушкино студио меняет образ и дарит радость. Улица Пушкинская, 4А. Телефон 70-09-49. И в завершении выпуска важной информации о Центре занятости населения. В августе-сентябре этого года состоится третий трудовой форум «Достойный труд и социальная ответственность. Залог развития региона». Основными целями которого станут продвижение идеологии достойного труда, повышение социальной ответственности работодателя Ульяновской области и повышение престижа человека труда. В рамках форума будут проведены недели трудовой славы, направленные на чествование людей труда и социально ответственных работодателей муниципальных образований, включающие День работодателей, День трудовой славы муниципального образования, День социального партнерства в муниципальном образовании, День молодежи, День охраны труда и День подведения итогов. Лучшие люди труда от каждого муниципального образования примут участие в областном этапе форума, который состоится 13 сентября в Ленинском мемориале. А теперь важные информации от Репортера 73. Запомните телефон рекламного отдела 304173. Здесь есть все. От рекламных роликов, сюжетов до объявлений и бегущей строки. Звоните 304173 и вы в эфире. И это все на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 304173. Читайте и смотрите. Трайну АйВ. Репортер 73. ТВ. Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова